А у нас вот так сегодня метёт, значит с лопаты вечером моё время идёт. Значит, что сейчас мы делаем? Сейчас я беру свои прописанные вокальные партии, экспортирую их из Гитерпро медяшкой, закидываю туда в тот ноут, где я записываю вокалище. Как мы помним, всё у нас происходит это здесь, нужно будет опять всё установить. И репетирую уже под написанную мелодию, чтобы более-менее корректировать свои непопадания, записываю уже чистые мелодии вокальных линий, в основном в припевах. Там получается 4 песни, одну я записал, когда делал выборку вокалов, вроде нормально всё было, не было чего-то такого криминального, если что где-то, да, может быть чуть-чуть мелодальным потом подправлю. Всё. Другие же песни, когда я записал, ну, одну, а не другие же, что врать-то. Я понял, что что-то там по мелодии плаваю, и, соответственно, я решил всё это дело забить нотами, чтобы опираться на это. Поэтому 4, 4 песни, 4 припева, ну, такие средние. В общем, если поднапрячься, можно попробовать записать это всё за сегодня. Поэтому я очень хочу это сделать, потому что 22.01.24 сегодня я даю себе ещё неделю на записи вокалов, потому что февраль, всё, у меня отпадает сразу абсолютно на концентрированную репетиционную работу с живым составом. Так что, так что вот так. Как говорится, Сим-Сим, откройся, нам пора вершить историю. Тот случай, когда Бетховена поменял на Volkswagen, Das Music поменял на Das Auto. Я уже в привычной своей вокальной рубахе, будем её называть, или точнее, как это говорят, полу, в моём детстве это вообще называли бобочка. И начинаем приступать. Я налил себе водицы, вот она. Несмотря на то, что я особо сегодня не буду жестить, у меня не будет гроулов, скримов и прочих экстремальных срак, но расщеп, конечно, будет, потому что я не... Льющийся нежный голосок! Я буду всё это дело с хрипом, пытаться выпивать. Ну что? Так как это дело всё у меня в наушниках, нет возможности вывести на монитор и показать, примерно это звучит вот так. Ну где же ты? И вот она прописанная вокальная партия идёт. Что я ни черта не подготовился, у меня в этом ноуте нет какой-нибудь пианинки, чтобы это просто играло пианинкой. Поэтому звучит этот синт. Это встроенные инструменты Studio One. Ну, будем как-то так, потому что качать, устанавливать не хочу. Хочется максимально быстрее всё сделать. Кажется, всё. Будем надеяться. Остаётся теперь, как я её называю, выборка. И там уже всё покажет. Получилось что-то, не получилось что-то. Помогал ли мне этот микс вокальной линии, который шёл параллельно с минусом, либо наоборот только впутывал меня в поганые фальшивые авантюры. В общем, всё это покажет выборка. Сейчас я ставлю опять небольшую паузу, а может быть и большую. Вокалы вроде как все записаны, и февраль месяц. Как я уже говорил, пора работать с группой. А вот конец дня, и у нас ледяной дождь. Просто херачит. Ленинградская область. Краса моя. Йоу, ребята, не всё так гладко вчера у меня произошло, естественно. С горем пополам какие-то песни подошли, точнее вокалы. Но может быть это пока я на торопях думаю, что они подошли, а потом, когда будет капитальное сведение, я подумал, что всё это фуфил нужно переделывать. А вот две песни всё-таки было отвратительно петь, когда у тебя караокой в ухо играет то, что я прописал мелодию. Всё было ужасно. Ещё плюс ужасности состоит в том, что, мне кажется, вокальная партия конфликтует с гитарной. Потому что, когда я сочинял песню, естественно, гитары в гитар-про у меня были просто так гармонии какие-то прописаны, там, АМДМ. А когда я начал непосредственно уже запись, то гитарные партии дорабатывались, довыдумывались и... Тихо. И мне кажется, что где-то происходят конфликты каких-то нот в гитарах. Что я делаю? И я сейчас слушаю свои изолированные гитары, которые я записал. И забиваю их в табу. Чтобы потом в этой же табе сравнить... Ах, это барабаны были. Не очень-то удобно левой рукой мышку нажимать. Чтобы потом сравнить вот с этой вокальной линией, посмотреть где какие конфликты. Но это я уж по-труштому решил заморочиться. Вообще, в идеале, нужно было просто бы эту мою вокальную линию послушать нормально. Не так, как я вчера просто сразу под нее начал петь. А просто послушать. Вбить в голову, не знаю, там, полчаса, сорок минут походить, понапевать одно и то же. И потом пробовать уже записывать. Но я решил докопаться капитально. Уж сделать так сделать. Это будет, наверное, самый мой долгий альбом, над которым я работал. Грустно груди, время идти. Снова мне давит боль на плечи. С наборным боем на этом пути. Друг против друга без... Меня, походу, надуло, продуло, выдуло. У меня вот здесь и что-то как-то побаливает. И состояние вообще вафельное. И на самом деле тяжело брать ноты, которые обычно вообще можно даже взять. Но, тем не менее, пердак горит. Надо делать, я буду пробовать. И я даже знаю, что я сейчас потрачу время просто зря. Я это все сейчас опять запишу. Там по пять дублей на каждый припев. Дома, наверное, все это послушаю. Услышу, что это полное говно. В очередной раз подумаю, что я просто просрал время. Но пока я попиваю горячий чаек в надежде на то, что, может быть, как-то это мне поможет. Без потоков вечной боли. Не без потоков вечной боли. Без потоков вечной боли. И вот из-за этой одной ноты получался там такой диссонанс. И вот теперь я пытаюсь как-то ее вбить себе в голову. Я не переодевался. Я думал, я быстро запишу припевы и даже особо не вспотею. Но мне пришлось еще дописать некоторые экстримы, которые мне не понравились, когда я делал выборку. В итоге я вспотел. Что получилось на этот раз, я не знаю. Дождемся сегодняшнего вечера. И здесь сейчас было много криков, матов, оров. Естественно, ни попаданий, ни того пения. Некоторых отвлеканий меня. Ну, я записал. Буду ли я переписывать? Я думаю, что буду. Продолжение следует.